Раллийные машины Внедорожники и баки И для того, чтобы с ними совладать Вам понадобится нечто большее, чем опыт в последнем НИДХОСПИК Гонять мы будем по всему миру Проедемся по Туманному Лондону Зеленые и солнечные Хорватии Пустынной Калифорнии И разумеется, не забудем о Малайзии Путешествия по которой выдержат только самые стойкие Несмотря на то, что регионов целых 9, треков маловато Обычно это одна и та же дорога, только в разных направлениях И с добавлением некоторых препятствий Вроде трамплинов и трудных поворотов Всего в Дёрд 2 8 видов заездов Начиная от привычных кольцевых гонок и спринта И заканчивая рейдом внедорожников По местности, на которую если и ступала нога человека То только случайно и на пару секунд Многие виды соревнований Жестко копируют друг друга Например, единственное отличие Между Ралли и Трейл Блейзер Отсутствие штурманов последний Впрочем, это и к лучшему На протяжении 5 миль парень успевает очень надоесть со своими преждевременными советами Помощник, тот еще паникер и вечно заставляет ехать 40 миль в час Тогда как участок можно спокойно пройти на 70 миль Хотя одна польза есть Он предупреждает о том, где можно и нельзя срезать На смену нескольким исчезнувшим режимам пришла пара новых Last Man Standing и Gate Crash Последняя еще одна вариация на тему ралли Только по пути нужно обязательно сбивать желтые коробочки Нет, вы, конечно, можете их объезжать Но тогда не дотянете до финиша Время гонки строго ограничено А каждый избитый ящик прибавляет к счетчику 2 секунды Last Man Standing Кольцевая гонка на выбывание по небольшим трассам Первый круг все проходят без потерь, стараясь вырваться вперед А со второго начинается игра «Слабое звено» Через каждые 20 секунд один из участников покидает трек И так до тех пор, пока победитель не останется в гордом одиночестве Выигрывать стало на порядок сложнее Противники поумнели и стали ездить еще аккуратнее При этом почти не теряя скорости Однако проблемы с ними могут возникнуть только поначалу С непривычки или из-за выбора плохого авто Машин немного, все они разделены на классы Но подходит для нескольких видов заездов одновременно Долго думать, что взять не приходится В ралли бал правит семейство Subaru В битве внедорожников то, что поманевреннее, да постабильнее Хуже всего дела обстоят у «Багги» и BMW Z4 Первые шайка мальчиков для битья, которые не ездить нормально не могут, не толкаться Ну а немец вообще, кажется, заблудился и попал не в ту игру Z4 на бездорожье все равно, что корова на льду Количество аварий с его участием зашкаливает Правда, пропускать их совсем не хочется Наоборот, порой возникает желание куда-нибудь лететь на полном ходу Просто чтобы оценить систему повреждений и отличную физику Машину можно хоть в хлам разбить Лишится стекол, бамперы, спойлеры, дверей и так далее Благо, функция перемотки времени в строю и отлично работает Ошиблись? Ничего страшного Instant Replay все исправит Повторы всегда были сильной стороной Code Masters Но в этот раз они особенно удались Не столько благодаря умной камере, которая подбирает отличные ракурсы Сколько и за шикарные картинки Dirt 2 — одна из самых красивых игр этого года С местными пейзажами вряд ли что сравнится А машины выглядят даже лучше, чем в Need for Speed 6 Как, в общем-то, и сама жизнь Жаль, что дальнейшую судьбу серии мы не можем предсказать В связи с трагической гибелью Колина Макрея Его семья может в любой момент отозвать у Code Masters права на разработку Надеемся, этого не произойдет А напоследок мы подготовили небольшой ролик, посвященный Макрею Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok